Итак, всемир! Как вы видите, на всех моих видео отключена монетизация. То есть, нигде в моих видео теперь больше не показывается реклама. Вот заходим в настройки, настройка монетизации, вы видите, что вы отключили рекламу во всех видео, которые у вас есть права. То есть, монетизацию теперь можно только включить. То есть, у меня на канале теперь выключена монетизация. Вот почему я это сделал. По одной простой причине. Потому что изначально, вот видите, расчетный доход, нет данных, никакого дохода не идет. Потому что изначально канал создавался как некоммерческий. Подключив монетизацию, я хотел просто посмотреть, как она работает, как это функционирует. Почему так многие люди подключили партнерскую программу. У меня была партнерская программа от одной известной медиа-сети. В данное время я от этой партнерской программы отказался. Вот. И самому мне очень не нравилось, когда, ну, перед загрузкой видео начинается идти реклама, она мешает, она всплывает. Вы знаете, что реклама идет везде. И, вот, понаблюдав вот эту тенденцию, поставив себя на канале, я понял, что абсолютно вещь не нужная, и людям только мешает. То есть, если мы хотим донести людям что-то, как мы обычно все практически начинали с того, что мы пытались людям что-то рассказать, если мы хотим это сделать, мое мнение, что хорошо бы мы это делали бесплатно. То есть, если люди хотят помочь нашему каналу, пожалуйста, можно сделать там киви-кошелек. Я не знаю, буду я давать там номер киви-кошелька или еще что-то. Ну, не знаю. Может быть, буду, может быть, нет. Что если кто-то захочет поддержать канал, он может это сделать самостоятельно. То есть, по желанию человека. Если ему интересно, ему это нравится. А не навязывать вот эту рекламу, вот эти вот методы монетизации. Тем более непонятная реклама идет, у нас абсолютно не соответствует каналу. Вот. И по идее, по идее, вот эта вот работа с партнерскими программами, она по большому счету не соответствует тому, что партнерские команды, компания медиапартнера, они там пропагандируют у себя на сайтах. То есть, вы можете зайти и почитать, что они пишут, что там вы будете в толпах, вы будете в супер каких-то местах, у вас будут просто отличные просмотры. На самом деле ничего такого нет. То есть, кого-то может быть, они начинают продвигать, но по большому счету, большинство партнерских программ работают по схеме, что просто-напросто партнерская программа с медиакомпанией помогает вам получить большее количество рекламы в своих видео. У вас просто получится большее количество рекламы. То есть, вы любое видео открываете, вот, свое, и у вас здесь в любом случае будет какая-то реклама. То есть, если вы получаете обычную программу партнерскую от YouTube, то у вас иногда будет появляться реклама где-то там раз через пять раз. Медиа-сети позволяют вам просто-напросто постоянно получать рекламу от YouTube и показывать ее людям, и люди будут, грубо говоря, своими просмотрами, заходами платить, помогать вам. Вот, еще один момент такой важный, что, по большому счету, чтобы нормально зарабатывать на партнерской программе, у вас должно быть, ну, очень большое количество просмотров видео и большое количество, соответственно, подписчиков. Ну, я думаю, что для того, чтобы просмотры помогали вам, да, вот видите, там у меня, например, 15 тысяч, это совсем немного, ну, где-то, чтобы у вас нормально был заработок и клики, там, я не знаю, вот люди хотели, у вас должно быть, там, ну, хорошо бы, миллион где-то просмотров. То есть, ваш канал должен быть уже раскручен, вы его должны уже продвинуть, вы его, там, должны развивать, загружать кучу видео, продвигать разными способами, там, о способах мы не говорим, и только тогда, может быть, канал будет приносить какую-то прибыль, такую нормальную, хотя бы для того, чтобы сам себя окупать, то есть, все вещи, которые вы, там, будете покупать, на которые будете снимать обзор и так далее. То есть, это долгая, кропотливая работа. И мало того, что это работа, это еще и зависимость. То есть, по идее, вот, если у вас канал некоммерческий, почему я, например, очень уважаю, там, Виртуал Вайса, японцы, всеми известные, которые занимаются ножами, потому что я обратил внимание, множество, множество, там, людей, которые занимаются ножами, взорами ножей, у них стоит монетизация. У него нет монетизации. Да, по крайней мере, до сегодняшнего дня ее не было. То есть, человек реально рассказывает, делится опытом, он не зарабатывает на этом, не хочет на этом зарабатывать. Принципиально. Хотя у него очень много подписчиков, миллионы просмотров, там, и так далее. Вот. И поэтому, собственно говоря, почему это зависимость? Ну, просто потому что вы будете, чтобы стараться больше заработать, загружать больше видео, будете меньше думать об интересности, о качестве этих видео. И, короче говоря, все с этим связанное можно видеть. Ну, есть такие некоторые тенденции, что люди начинают загружать видео во всем подряд, а реальная информативность, она падает. сначала для того, чтобы достичь каких-то определенных результатов, люди это делают, потом для того, чтобы поддерживать результаты и их увеличивать. То есть, сама суть канала, информативность канала, она просто-напросто падает. Вот, собственно говоря, и все, что можно здесь сказать, поэтому я решил, что пусть я буду меньше загружать видео, пусть будет что-то там пореже, но я, по крайней мере, не буду переживать из-за того, что у меня там нечасто я их загружаю, что там просмотров там не так много или там еще что-то. Хотя видите, что тут есть просмотров совсем очень мало там и так далее. Кому надо там, тот человек найдет. И то там, что просмотрели, слава богу, и люди посмотрели, может быть, что-то узнали. Если не узнали, значит, ну, просто я какое-то, ну, ненужное видео добавил и все. Вот, поэтому никого я не призываю соответственно ни к чему, просто вот высказываю свое мнение и я думаю, что все-таки я буду придерживаться именно этого мнения и как бы вот этой вот тенденции, этой политики в отношении своего канала. Вот. Всем спасибо за просмотр. Удачи и с Богом.